Мишкина каша Аудиокнига Один раз, когда я жил с мамой на даче, ко мне в гости приехал Мишка. Я так обрадовался, что ей сказать нельзя. Я очень по Мишке соскучился. Мама тоже была рада его приезду. Это очень хорошо, что ты приехал, сказала она. Вам совсем здесь веселее будет. Мне, кстати, завтра надо в город поехать. Я, может быть, задержусь. Поживете тут без меня два дня? Конечно, поживем, говорю я. Мы не маленькие. Только вам тут придется самим обед готовить. Сумеете? Сумеем, говорит Мишка. Чего там не суметь? Мы сварить и суп, и кашу. Кашу ведь просто варить? Сварим и кашу. Чего там ее варить? Говорит Мишка. Я говорю, ты смотри, Мишка, а вдруг не сумеем? Ты ведь не варил раньше? Не беспокойся. Я видел, как мама варит. Сыт будешь? Не помрешь с голоду. Я такую кашу сварю, что пальчики оближешь. На утро мама оставила нам хлеба на два дня, варенье, чтобы мы чай пили. Показала, где какие продукты лежат. Объяснила, как варить суп и кашу. Сколько крупы положить, сколько чего. Мы все слушали, только я ничего не запомнила. Зачем, думаю, раз Мишка знает? Потом мама уехала, а мы с Мишкой решили пойти на реку рыбу ловить. Наладили удочки, накопали червей. Постой, говорю я, а обед кто будет варить, если мы на реку пойдем? Чего там варить, говорит Мишка? Одна возня. Съедим весь хлеб, а на ужин сварим кашу. Кашу можно без хлеба есть. Нарезали мы хлеба, намазали его вареньем и пошли на реку. Сначала выкупались, потом разлеглись на песке, греемся на солнышке и хлеб с вареньем жьем. Потом стали рыбу ловить. Только рыба плохо клевала. Поймали всего с десяток пескариков. Целый день мы на реке проболтались. К вечеру вернулись домой голодные. Ну, Мишка, говорю, ты специалист. Что варить будем? Только такое, что побыстрее. Есть очень хочется. Давай кашу, говорит Мишка. Кашу проще всего. Ну что ж, каша-то каша. Растопили плиту. Мишка насыпал в кастрюлю крупы. Я говорю, сыть побольше. Есть очень хочется. Он насыпал полную кастрюлю и воды налил доверху. Немного ли воды, спрашиваю. Размазня получится. Ничего, мама всегда так делает. Ты только за печкой смотри. А я уж сварю, будь спокоен. Ну, я за печкой смотрю. Дрова подкладываю. А Мишка кашу варит. То есть не варит. А сидит на кастрюлю смотрит. Она сама варится. Скоро стемнело. Мы зажгли лампу. Сидим и ждем, когда каша сварится. Вдруг смотрю. Крышка на кастрюле поднялась. И из-под нее каша лезет. Мишка, говорю, что это? Почему каша лезет? Куда? Шут ее знает куда. Из кастрюли лезет. Мишка схватил ложку и стал кашу обратно в кастрюлю впихивать. Мял ее, вмял, а она будто пухнет в кастрюле. Так и вываливается наружу. Не знаю, говорит Мишка, с чего это она вылезать вздумала. Может быть, готова уже? Я взял ложку. Попробовал. Крупа совсем твердая. Мишка, говорю, куда же вода девалась? Совсем сухая крупа. Не знаю, говорит, я много воды налил. Может быть, дырка в кастрюлю? Стали мы в кастрюлю осматривать. Никакой дырки нет. Наверное, испарилась, говорит Мишка. Надо еще подлить. Он переложил лишнюю крупу из кастрюли в тарелку и подлил в кастрюлю воды. Стали варить дальше. Варили, варили. Смотрим, опять каша наружу лезет. Ах, чтоб тебя, говорит Мишка, Куда же ты лезешь? Схватил ложку. Опять стал лишнюю крупу откладывать. Отложил и снова бух туда кружку воды. Вот видишь, говорит, Ты думал, что воды много. Еще ее подливать приходится. Варим дальше. Что за комедия? Опять вылезает каша. Я говорю, ты, наверное, много крупы положил. Она разбухает и ей тесно в кастрюле становится. Да, говорит Мишка, Кажется, я много крупы переложил. Это все ты виноват. Клади, говорит, побольше. Есть хочется. Откуда я знаю, сколько надо класть? Ты ведь говорил, что умеешь варить. Ну и сварю. Не мешай только. Пожалуйста, не буду тебе мешать. Отошло я в сторонку. А Мишка варит. То есть не варит, а только и делает, что лишнюю крупу в тарелки перекладывает. Весь стол уставил тарелками, как в ресторане. И все время воды подливает. Я не вытерпел и говорю, Ты что-то не так делаешь. Так ведь до утра можно варить. А что ты думаешь? В хорошем ресторане всегда обед с вечера варят, чтобы на утро поспел. Так то, говорю, в ресторане им спешить некуда. У них еды много всякой. А нам-то куда спешить? Нам надо поесть да спать ложиться. Смотри, скоро 12 часов. Успеет. Успеешь, говорит, выспаться. И снова бух в кастрюлю кружку воды. Тут я понял, в чем дело. Ты, говорю, все время холодную воду льешь. Как же она сможет свариться? А как, подпойм, без воды, что ли, варить? Выложить, говорю, половину крупы и налить воды сразу побольше и пусть себе варится. Взял я у него кастрюлю. Вытряхнул из нее половину крупы. Налил. Наливая, говорю. Теперь воды доверху. Мишка взял кружку, полез в ведро. Нету, говорит, воды. Вся вышла. Что же мы делать будем? Как за водой идти? Темнота какая, говорю. И колодца не увидишь. Чепуха. Сейчас принесу. Он взял спички, привязал к ведру веревку и пошел к колодцу. Через минуту возвращается. А вода где, спрашиваю. Вода там, в колодце. Сам знаю, что в колодце. Где ведро с водой? И ведро, говорит, в колодце. Как в колодце? Так, в колодце. Упустил? Упустил. Ах ты, говорю, размазня. Ты что ж, нас морить годом хочешь? Чем теперь воды доставать? Чайника можно. Я взял чайник и говорю. Давай веревку. А ее нет веревки. Где же она? Там. Где там? Ну, в колодце. Так ты, значит, с веревкой ведро упустил? Ну, да. Стали мы другую веревку искать. Нет нигде. Ничего, говорит Мишка. Сейчас пойду, попрошу у соседей. С ума, говорю, сошел. Ты посмотри на часы. Соседи спят давно. Тут, как нарочно, обоим нам пить захотелось. Кажется, сто рублей за кружку воды отдал бы. Мишка говорит. Это всегда так бывает, когда нет воды. Так еще больше пить хочется. Поэтому в пустыне всегда пить хочется, потому что там нет воды. Я говорю. Ты не рассуждай, а ищи веревку. Где же ее искать? Я везде смотрел. Давай леску от удочки привяжем к чайнику. А леска выдержит? Может быть, выдержит. А если не выдержит? Ну, если не выдержит, то оборвется. Это без тебя известно. Расмотали мы удочку, привязали к чайнику леску и пошли к колодцу. Я опустил чайник в колодец и набрал воды. Леска натянулась, как струна. Вот-вот лопнет. Не выдержит, говорю. Я чувствую. Может быть, если поднимать осторожно, то выдержит, говорит Мишка. Стал я поднимать потихоньку. Только приподнял над водой. Блюх и нет чайника. Не выдержала, спрашивает Мишка. Конечно, не выдержала. Чем теперь доставать воду? Самоваром, говорит Мишка. Нет, уж лучше самовар просто бросить в колодец. По крайней мере, возиться не надо. Веревки-то нет. Ну, кастрюли. Что у нас, говори, по-твоему, кастрюльный магазин? Тогда стаканом. Это сколько придется возиться, пока стаканом воды наносишь? Что же делать? Надо ведь каше доверить. И пить до зарезу хочется. Давай, говорю, кружкой. Кружка все-таки больше стакана. Пошли домой. Привязали леску к кружку. Кружки так, чтобы она не переворачивалась. Вернулись к колодцам. Натащили по кружке воды. Напились. Мишка говорит. Это всегда так бывает. Когда пить хочется, так кажется, что целое море выпьешь. А когда станешь пить, так одну кружку выпьешь, и больше уже не хочется. Потому что люди от природы жадные. Я говорю. Нечего тут на людей наговаривать. Тащил лучше кастрюлю с кашей сюда. Мы прямо в нее воды натаскаем, чтобы не бегать двадцать раз с кружкой. Мишка принес кастрюлю и поставил на край колодца. Я не заметил. Зацепил локтем и чуть не столкнул в колодец. Ах ты, растяпа, говорю. Зачем мне кастрюлю под локоть сунул? Возьми ее в руки и держи крепче. И отойди от колодца подальше. А не то каша полетит в колодец. Мишка взял кастрюлю и отошел от колодца. Я натаскал воды. Пришли мы домой. Каша у нас остыла. Печь погасла. Растопили мы снова печь. И опять принялись к кашу варить. Наконец она у нас запыхтела, сделалась густой и стала пыхтеть. Пых-пых. О, говорит Мишка, хорошая каша получилась, знатная. Я взял ложку и попробовал. Тьфу, что это за каша? Горькая, несоленая и воняет гарью. Мишка тоже захотел попробовать. Но тут же выплюнул. Нет, говорит, умирать буду. Такую кашу не стану есть. Такой каши наешьте, и умереть можно, говорю я. Что же делать? Не знаю. Чудаки мы, говорит Мишка, у нас же пискари есть. Я говорю, некогда теперь уж с пискарями возиться. Скоро светает. Скоро светать начнет. Так мы их варить не будем, а зажарим. Ведь это быстро. Раз и готово. Ну ладно, говорю. Если быстро, а если будет как каша, то лучше не надо. В один момент вот увидишь. Мишка почистил пискарей и положил на сковороду. Сковородка нагрелась. Пискарей и прилипли к ней. Мишка стал отдирать пискарей от сковородки ножом. Все бока ободрал им. Умник, говорю. Кто же рыбу без масла жарит? Мишка взял бутылку подсолнечного масла, налил масло на сковородку и сунул в печь прямо на горячие угли, чтоб поскорее зажарилось. Масло зашипело, затрещало и вдруг вспыхнуло на сковородке пламенем. Мишка вытащил сковородку из печки. Масло на ней пылает. Я хотел водой залить, а воды у нас во всем доме ни капли нет. Так оно и горело, пока все масло не выгорело. В комнате дым и смрад, а от пискарей одни угольки остались. Ну, говорит Мишка, что теперь жарить будем? Нет, говорю я. Больше я тебе ничего жарить не дам. Мало того, что ты продукты испортишь, так ты еще пожар устроишь. Из-за тебя весь дом сгорит довольно. Что же делать? Есть-то ведь хочется. Попробовали мы сырую крупу жевать противно, попробовали сырой лук горько, масло попробовали без хлеба есть тошно, нашли банку из-под варения, но мы ее вылезали и легли спать, уже совсем поздно было. На утро проснулись голодные. Мишка сразу полез за крупой, чтобы варить кашу. Я как увидел, так меня даже в дрожь бросило. Не смей, говорю, сейчас я пойду к хозяйке, тете Наташи, попрошу, чтобы она нам кашу сварила. Мы пошли к тете Наташи, рассказали ей все, обещали, что мы с Мишкой все сорняки у нее на огороде выпали, только пусть она поможет нам кашу сварить. Тетя Наташа сжалилась над нами, напоила нас молоком, дала пирогов с капустой, а потом усадила завтракать. Мы все ели и ели, так что тетя Наташа и Вовка на нас удивлялась, какие мы голодные были. Наконец мы наелись, попросили у тети Наташи веревку и пошли доставать из каутца ведро и чайник. Много мы провозились, и если бы Мишка не придумал якорек из проволоки сделать, так мы бы ничего и не достали. А якорьком, как крючком, подцепили и ведро, и чайник. Ничего не пропало, все вытащили. А потом мы с Мишкой и Вовкой сорняки на огороде пололи. Мишка говорит, сорняки это чепуха, совсем нетрудное дело, гораздо легче, чем кашу варить. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...